Всем привет, с вами Япак, добро пожаловать обратно на канал, и сегодня мы с вами снова говорим про произношение. И сегодня у нас снова два интересных звука, поэтому если вы готовы, как говорится, не переключайтесь. И начнем с первого звука. И это буква N, вы ее уже знаете, но это не N в начале слова, и это не N в окончании ing, также известном как ingовое окончание. Это буква N в окончании слова до буквы K. Например, думать. Или пить. Или ссылка. И как вы уже могли заметить, да, это не простой звук N, который происходит впереди, помните? Типа как в слове нет. Это в принципе то же самое, что и этот звук, который у нас находится в окончании ing. Я не говорю думать. Я этого не говорю. Я говорю think, think, pink, это не pink, да, это pink. Он происходит там сзади. То же самое, что вы говорите в слове петь. Sing, sing. Sing, а не sing. Только вы после этого звука N добавляете K. Ng, ng, ng. Pink, think, sink. Раковина, sink. Или слово, что у меня такие примеры, это последнее время. В прошлый раз было stripper pole, сейчас у меня king. King. Как же вам объяснить, что такое king? Ну, разным людям нравятся разные вещи. У разных людей есть разные предпочтения. И эти предпочтения, это не типа мне нравится пицца, а тебе нравится паста. Я люблю чай, а ты любишь кофе. Нет, это более серьезные, интимные вещи. Например, кому-то нравится, блин, ну вдруг дети смотрят, я не знаю. Может, есть просто хороший перевод? Перегиб? Нет. Чудить? Нет. Отклонение. Вот это вы придумали. Или, например, слово подмигнуть глазом. Уэнк. Это все оно, это вот этот звук. Язык также загибается назад. Но вы просто, вместо того, чтобы отпускать, делать мягкий релиз, вы добавляете к нг, 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 wink. Винк. Чикен. Чикан. Эдукейшн. Эдукейшн. Рурал. Рурал. I've been trying to reach you for a while now. I've been trying to reach you for a while now. Нет, ты скажешь, чтобы звучало прям как я. I've been trying to reach you for a while now. Окей. Я знаю, конечно, это грубое преувеличение просто. Но если вы не хотите таких проблем, уж точно, прям чтобы знать наверняка, я приглашаю вас на мой курс. Marathon Challenge произношения 2023, где мы разбираем все звуки в деталях, в подробностях, с примерами, с практикой, чтобы вы устранили ваши старые привычки и заменили их на новые, четкие, нативные, красивые привычки в произношении. чтобы разговаривать на английском и ни о чем больше не думать, кроме как о том, о чем вы разговариваете. Если вы готовы изменить свой английский язык и свою речь навсегда, то вы уже знаете, где ссылка. А мы продолжаем это видео. Звук номер два. И этот звук я считаю лично самым, наверное, американским звуком из всех, что вы можете сделать. И смотрите, например, слово «хороший». Там есть две буквы «о». Что вы знаете, имеет звук «у». Однако в американском английском есть два разных звука «у». Один прям «у», как вы его знаете. Например, как в слове «еда». Губы трубочкой «у». Но есть еще один звук «у». Фальшивый «у» или фейковый «у». Это звук «у», который вы пытаетесь делать без округления губ. Вы говорите «у», у вас губы вытягиваются, округляются и сжимаются. «у». Теперь попытайтесь сделать то же самое, но оставляйте губы на месте в нейтральной позиции. Это будет что-то типа «у», 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 «у». «Год», «год». Мы не говорим «гуд», да? Это «год». «Бок», «бок». Это не «бук», это «бок». «Бок», «бок». Вот эти наши любимые модальные глаголы. «Уод». И тоже как дерево, то же самое. «Уод». 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 «Шьёд». Это не «шуд», это «щёд». «Шьёд», «шёдай», 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 «шёдай». «Куд». Это не «куд», это «куд». «Контрактинг», «куд б», «куд б». И вот она разница, смотрите. Хорошая еда. «Гэд», ничего. «Гэд», «фюд». Одно и то же правописание, но два разных звука. «Недоу» и «у». «Гэд фюд». Давайте попрактикуемся в простых предложениях, которые я сейчас выдумываю просто на месте. «I could eat some good food». «Губы трубочкой» делаются только на последнем слове «food». «I could eat some good food». «Why would that put you in a bad mood?» То же самое. «Would» – ничего, «путь». Тоже ничего, «путь». И «муд» – губы трубочкой. «Why would that put you in a bad mood?» Это предложение, наверное, будет плохое, но звуки хорошие. «Посмотри, люк». Его зовут, пацана зовут Люк. «Посмотри, люк». Крутое дерево. Крутое дерево. Дерево как материал. «Лук». Ничего. «Лук». 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 «Ну что это за ужас такой?» «Да, наверное, это тоже не самый хороший пример, потому что в сленге в американском английском «wood» – дерево как материал, еще может быть как дети смотрят. Ладно, 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 сейчас придумаю лучшее. «Посмотри, люк», этот пацан «Лук» взял мой…» «Знаете, есть такой барный стул высокий такой, знаете? Это называется «стул» в английском языке. «Поехали». «Лук». «Лук» – ничего не происходит. «Не до у». «Лук». Потом «Лук» – это имя «Лук», поэтому округляем. «Лук». «Тук» – ничего не происходит. «Тук» – my stool. Округляем. Ну вот, вы потренировались. И, конечно же, вас мучает вопрос. Как узнать, в каком слове надо «у» вытягивать, а в каком слове это «недо-у». Потому что по правописанию явно не отгадаешь, потому что у нас есть «good», где ничего не происходит «недо-у», и у нас есть «food», где «у» кубы трубочкой сжатые, а пишется одинаково. Как догадаться? Догадаться никак. Это английский язык, не забывайте, что логики в нем не так много. Но это язык, в нем и не должно быть. Поэтому принимайте это как должное, знайте отдельные слова. Но есть небольшой лайфхак, который вам может помочь. И все, что вам нужно для этого – это доступ в интернет и девайс, на котором вы можете доступнуть интернет. И на разных ресурсах, к сожалению, это все пишется по-разному, поэтому учить фонетику уже не модно. Ну и никогда не было. Но я сейчас вас научу как-то распознавать в традиционном американском фонетическом алфавите и как-то распознавать на гугле, например. Смотрите, в традиционном американском фонетическом алфавите звук «у», где надо делать губы трубочкой, он просто «у», просто буква «ю». Вы знаете эту букву. Иногда там еще две точки ставят, чтобы показать длину. То есть, неважно, это неважно. А звук «недо-у» такой подковой пишется, таким символом подкова. Это в традиционном американском фонетическом алфавите. Ну или в международном фонетическом языке, это называется IPA вообще-то. Вот, на гугле вы можете делать так, допустим, вы пишете в поиске сейчас book meaning. И у вас вылазит такая подсказка, видите, написано book, где slash, и такая улыбочка над двумя буквами O. Это значит не до U на гугловском фонетическом языке. Теперь вы пишете просто в гугле, вы пишете food meaning, не нажимая даже enter ничего, подсказка вылазит, вы видите, написано food, и над двумя буквами O палочка, не улыбка, а палочка просто. И это как раз-таки обычный звук U в гугловском фонетическом алфавите. Теперь вы знаете, как это распознать, вы знаете все, и ваше произношение в английском языке стало на два звука богаче после этого видео тоже. Спасибо большое за просмотр, с вами был Веня Пак, и как всегда, если вы хотите или не хотите пропустить, искать новые видео на канале, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, и если вам это видео понравилось, оно было полезно, мы узнали что-то новое, даже если вы не узнали, поставьте лайк, потому что мне будет это очень приятно. Спасибо большое за просмотр, вы увидите в следующем видео, до свидания, peace!